Атамань вновь встречает гостей со своим укладом, песнями, со старинными хатами и подворьями. По двору разгуливают козочки, лошадки, на печи пекут оладьи, а лихие казачки от всей души поют и пляшут. В этом сезоне гостей казачьей станицы ждет богатая палитра творческих фестивалей и конкурсов. Атамань, легенды Тамани, Казак-ФМ, фестиваль вареников и сала и многие другие. Открывает сезон краевой фестиваль-конкурс казачьих подворьей «Гарна-молодычка». Восемь прекрасных участниц из различных районов Кубани должны будут продемонстрировать свое мастерство в песне, в танце, в приготовлении казачьих блюд, показать свою стать и красоту. В этнографическом комплексе можно не только посмотреть быт и послушать выступления коллективов, но и вкусно поесть в любом из приглянувшихся подворьей. В курине северского района станицы Азовской под названием «Волысь с ног» и «Кубанский борщ» и «Домашняя лапша», «Вареники», «Блинный квас» и все это готовят здесь же, при вас, по старинным народным рецептам. Сало – обязательное блюдо казачьего стола. Как говорят казаки, не поивши сало, накажи, шо сыт. Перед тем, как усадить гостей за стол, пивуньи споют песню, так сказать, для аппетита. Ой, чула-чула-чула, ой, чула-чула ты, як я тебе плахаю, чай сиром пироги. В Атамане каждого желающего научат любимому ремеслу. Вот эти поделки мастера декоративно-прикладного искусства Галины Горбаневой выполнены из джута – болотного растения. В казачьем подворье Новороссийска под названием «Цебулька» тоже обучают народному ремеслу. Пластиковая ложка за пять минут превращается вот в такую куклу-малютку. Здесь под задорные песни хора пляшут от души казачки, а малыши развлекают ростовые куклы. Виноградовство и виноделие являются важной частью жизни и быта кубанских казаков. На Кубани сложились свои винные традиции и технологические секреты производства, определившие особенности устройства анапского подворья казака-винодела. Часто гости атамани уже хорошо знают, где находится хата анапского винодела Ильи по фамилии Небалыголова. О производстве вина здесь знают все, начиная с времен Древней Греции. В каждой бочке эликсир здоровья. Вот здесь янтарный напиток от разной хвори, а этот – от заболеваний суставов. Анапская хата славится своим виноградником, ну и, конечно же, хлебосольными хозяевами и народными умельцами. Этнопарк Добродея удивил мэра Анапы Сергея Сергеева и вице-губернатора Кубани Галину Золину шитьем казачьей одежды. Ведь казачий костюм – это целый мир. Каждое войско, каждая станица и даже каждый казачий род имели особый наряд. Мастера лоскутного дела изготавливают одеяло, да не простые, а волшебные. Для этого на маленьком лоскутке нужно написать желание. И оно, говорят казаки, обязательно сбудется. Своё пожелание оставил и глава курорта. Тот, кто побывал здесь однажды, бесспорно вернётся сюда снова. Нравится, что весело, нравится, что столько дворов украшенных, вот эти вот хаты так построенные. Каждая хата своим индивидуальным наполнена материалами. В каждой хате экскурсию проводят. Ну, очень хорошо. В течение всего дня на сценах станицы пили и плясали казаки, а вместе с ними – живущие в согласии и мире другие народы. Музей под открытым небом будет работать до поздней осени. Атамань перенесёт своих гостей на сотни лет в прошлое и позволит почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.